И уже сегодня глава республики лично наградил лучших из лучших в своих сферах. Церемония прошла в преддверии 8 марта, поэтому в списке награжденных исключительно дамы. Почетные грамоты, звания, памятные часы получили 30 дагестанок. Мероприятие стало уже доброй традицией. О лучших представительницах прекрасной половины расскажет Патимат Бурзиева. В Белом зале Дома дружбы особенно приятное торжество. Награждают лучших женщин Дагестана. Это учителя, врачи, артисты, работники культуры, соцзащиты, муниципалитетов и сельского хозяйства. В общей сложности более 30 представительниц прекрасной половины. Я хочу вас поздравить с наступающим праздником. И в вашем лице поздравить всех наших прекрасных дагестанских женщин. С праздником весны, с праздником любви, с праздником возрождения. Каждый из вас не только дочь, не только сестра, не только любимая, но одновременно вы мама. Поэтому я поздравляю всех наших мам, прежде всего, наших сестер. Почетный знак за любовь к родной земле глава республики вручил Людмиле Овшалумовой, депутату, профессору и просто красивой женщине. Более полувека она занимается общественной деятельностью. Мне очень приятно, что глава республики сегодня вручил эти награды всем женщинам, заслужившим эту награду сегодня со всех уголков нашего Дагестана. Здесь география была самая разная и профессии тоже были самые разные. И мы благодарны Рамазану Даджимурадовичу за теплые, искренние, исключительно, я бы сказала, знаете, такие доверительные слова женщинам. Большую часть своей жизни Надежда Мухина ухаживала за престарелыми инвалидами в доме-интернате Буйнакского района. Несмотря на нелегкий труд, дарила им свою теплоту и заботу. И потому получить памятные часы из рук самого главы республики и поздравления в канун женского дня ей особенно приятно. Наш Рамазан Гаджимурадович, который недавно у нас работает, посетил все дома-интернаты, в том числе наш Казанищенко. Обошел все палаты, беседовал со всеми. Проблемы какие у вас, что вам не хватает, что вам нужно. Он все выслушал и принял в действие. Большое вам спасибо. Помимо памятных наград, букет в подарок и поздравления с наступающим 8 марта, завершение торжества гимн Дагестана и по традиции фотография на память. То, что признали наш труд, то, что посчитали его нужным, я имею в виду наш труд, наша работа. Но, в конце концов, это не только моя награда, это большой коллектив, который чего-то добился и вместе со мной работал. Поэтому я еще раз благодарна руководству республики, что признали наш скромный труд. Награжденные женщины по праву доказали, что они хоть и слабый пол, но сильны духом. Это золотой фон Дагестана, и нам необходимо брать с них пример. Спасибо от Бурзиева, Абрагим Магомедов. Время новостей.